А на войне, всегда как на войне, они служили все своей стране. Они поют о войне и войнах, о тех, кто и сегодня в строю, и тех, кто не вернулся из боя. Это «Афган глазами детей». Так называется очередной уже третий по счету фестиваль, который проходит в Сочи. Традиционно проходит в декабре, накануне памятной даты. В этом году у нас 36 лет ввода войск в Афганистан. Это такая дата, которая помнится всем тем афганцам, которые в свое время вошли в Афганистан. Я был тоже там в это время, как раз в 79-й год. И я думаю, что детям тоже интересно будет знать, как это происходило, что за собой повлекло. Участники фестиваля – школьники. Многие из них еще и не родились, когда шла война в Афганистане. Но о тех страшных событиях, в том числе благодаря фестивалю, они знают немало. Потому проникновенные мелодии, спетые детьми, зрителей трогают до слез. Мы считаем, что наши дети, наши внуки должны знать о тех подвигах, которые совершили наши войны в Афганистане, на Северном Кавказе по защите государства. Ну и очень важно, что дети сами исполняют эти песни, которые родились на афганской земле, читают стихи. То есть это чрезвычайно важно для преемственности поколения. А тем более сейчас, в наше сложное время. У нас в гимназии есть музей, который посвящен войне в Афганистане, посвящен тем воинам, жителям города Сочи, которые погибли во время этой войны. И в сотрудничестве с этим союзом эта тема является одной из важных в нашей гимназии. И наши дети здесь участвуют как ведущие, как певцы. В числе зрителей фестиваля – воспитанники патриотических клубов, ветераны и участники войны в Афганистане. Большинство из них сегодня занимается патриотической работой с молодежью. За вклад в сохранение и передачу интернациональных традиций и воинской доблести молодому поколению защитников Родины им вручили благодарственные письма.